А вот и они! Так, так, все, девятый п, пошлите, 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 вперед! Стоять, вонючее тинейджер-ье! Чего? Мультяшный кот? Это и есть тот самый монстр? Какой-то он не очень страшный. Ты кто такой? Вы можете называть меня Кэтнепп. Блин, блин, я хочу, чтобы все кого-то убило в воскресле. Окей, твое желание будет исполнено. Ну что, можете попрощаться друг с другом? Вот ты неблагодарный, мы тебя спасли, а ты опять хочешь нас уничтожить во второй раз. Да заткнитесь вы уже. Что случилось? Почему мне так уши болят? Ты забыл? Сирену трусовый врубил свою сирену. Но мы же были в школе, как мы очутились на улице? Как, как? Я вас спас и перетащил сюда. Игорь Витальевич, спасибо вам. Представляете, мы совсем остались без магии и ничего не смогли сделать с тем сиреной трусовым. Шеф вселился в киборга Арсения и забрал у нас магию. Вас ни на секунду нельзя оставить. Девятый Б, ну что это такое, а? Ну только посмотрите на своих одноклассниц. Чпильку кукурем у пульта. Стоп! А где мы? Что случилось? Эй, слышь ты! Джин, что ты сделала? Странно, с этим потом разберусь. Давай уже быстрее загадывай свое последнее желание, чтобы я поглотила твою душу. Стыд и позор. Снежная королева не смогла справиться с Джином и впустила его в себя. Дойка тебя, Анастасия, по защитным заклинаниям. Ты только посмотри, что ты натворила. А что это вы тут все делаете? Да ладно, я и с вами справлюсь. Капец, в Настю вселился Джин? Игорь Витальевич, кажется у меня есть идея, как все исправить. Можно попробовать? Ну дерзай. Слышь, Джин, ты ж вроде желание исполняешь. Конечно, только загадывай свое желание, хорошенько подумав. Да что тут думать? Первое желание. Хочу, чтобы девчонки стали снова нормальные. Не вопрос, исполняю. А что это сейчас было? Мы что, были зомбаками? Это уродина меня замочила. Второе желание. Я хочу, чтобы наши магические силы вернулись к нам в том объеме, в котором они были, когда у нас их отняли. Ты смотри-ка, хорошо продумал. Ладно, забирайте свои силы. Нифига себе. Я снова волшебница. И мои силы вернулись. Отлично. А вот и мое последнее желание. Я хочу, чтобы ты, Джин, вернулся в свое кольцо. И никогда, и ни за что больше не смог из него выбраться. Ах ты, сволочь магическая! Хорошо, твое желание будет исполнено. О, привет, девятый Б. А как мы на улице очутились? Вот только не надо говорить, что ты ничего не помнишь. Ты сама впустила в себя Джина. И это было одно из твоих желаний. Так? Ну так. Но я все время, в это время была в сознании, пока тут он безобразие творил. Но я ничего не могла с этим поделать. Вот поэтому я тебе и поставил двойку. Давай-ка сюда дневник свой. Ну, ну он же в школе остался. Ладно. Как вернемся, тогда поставлю. А Джин, он реально вернулся в кольцо? Да. Любой Джин, это раб желаний. И он обязан их выполнять. Кстати, а ты бы мог с последним желанием подождать. Я бы себе майбах попросил бы. Ну, чтобы таксовать. Типа вип-такси. Ага. И этот Джин сделал бы так, чтобы этот майбах вас сбил. Он был очень хитрым. Так, я не вижу остальных. Я же вроде всех переместил. Да. Соня и Оля тоже были зомбаками. И Арсений куда-то пропал. И Лину последний раз я видела на катке. Да. Я бы тоже очень хотела узнать, куда пропала моя сестра. Вы же перемещали нас чпильку пульмопутрой. Если да, то кто-то мог помешать вашему заклинанию. Кстати, а ты кто еще такая? Новенькая? Я дипломированная Баба Ягаби, сестра вашей Дианы. Да-да. У нас тут еще одна история с конфликтующими сестрами. Но мы уже вроде помирились и не конфликтуем. Как и вы. Кстати, если ко мне вернулись силы, значит я могу идти? После всего произошедшего ты просто возьмешь и уйдешь? Ты что, не хочешь бороться с нами против шефа? Это ваша битва, не моя. Да? А ничего, что это тоже теперь твой мир? Мы же тебе говорили, мира сказок больше нет. Тебе некуда идти. Блин, кажись спокойной жизни у меня не будет. Окей, я с вами. Вот и отлично. И раз ты у нас волшебница с дипломом, ну-ка расскажи, кто же это мог помешать заклинанию перемещения? Как нас учили в Бабко-Евшинском колледже? Чпильку кульмопутра может перемещать только тех людей, которые сейчас находятся в сознании. Что? Ты хочешь сказать, что ребята погибли? Поэтому Игорь Витальевич не смог их переместить? Нет, я хочу сказать, что они именно в этот момент не могли мыслить. Подожди, но ведь мы были зомбаками и тоже были без сознания, но как мы переместились? Как раз таки нет. Вы были в сознании и могли мыслить. Правда у вас была только одна мысль. Мозги... Без сознания и без мыслей. А ты права, кстати, Баба-Яга. Кто-то смог погрузить их в глубокий сон до того, как я сказал заклинание. Но кто бы это мог быть? А вот и они. Что, появился какой-то новый монстр? Да их теперь тут целые толпы. Шеф же успел открыть портал из обратного мира. Ну да, если они раньше нападали по одному, то сейчас целой толпой. Если на нас напал сирена трусовый, то вполне возможно, что в школе было еще какое-то чудовище. Ну, помимо Джина. Ну, Джина я сама вызвала. Он не из обратного мира. Тогда нам надо найти вот этого другого непонятного монстра, который усыпил ребят. Может, вернемся в школу, попытаемся их разбудить? Сейчас нам нельзя в школу 9-й Б. Именно поэтому я пытался вас достать дистанционно. Там сейчас очень опасно. Я вызвал туда команду охотников. Наших лучших выпускников. Они там должны все зачистить. Ну, они же найдут ребят и спасут их. Я очень на это надеюсь. Есть еще одна причина, почему я вытащил вас в этот парк. Монстры триггерятся на вас в 9-й Б. И нужно выманить их из школы для того, чтобы облегчить работу команде охотников. В смысле? Мы что, приманка для монстров? Именно так. Но вы не волнуйтесь, с вами я. А чудовища будут сюда приходить по очереди. Начиная с самого быстрого. Надеюсь, это будет именно тот, кто усыпил ваших одноклассников. Зашибись! А если они все будут быстрые и прискачат сюда толпой? Нет, ваш учитель прав. Толпой они точно сюда не придут. Я знаю это на 100%. У меня была пятерка по монстровидению. Чтобы нам легче было их победить, выучим новые заклинания. Блин, как в этом мире все сложно. Новые заклинания надо постоянно учить. Что еще за заклинание? Оно называется реверса. С его помощью можно отзеркалить заклинания противника. Звучит заманчиво. Давайте попробуем. А вот давай прямо сейчас попробуем. Попробуй на мне какое-нибудь простое заклинание. Например, спектрум. Спектрум? Это что такое? Ты у меня спрашиваешь? Я вообще баба-яга из мира сказок. Такого заклинания я не знаю. Хм. Спектрум это как спектр. Радуга что ли? Это что? Какое-то ЛГБТшное заклинание? Сама ты такое заклинание? Так, Лето. Ну-ка давай. Спектрум. Реверса. Че? Это все? Ну как вам? Нравится? Я не поняла, а че вы ржете? Спектрум канцел. Да че происходит, блин? На тебя немного разукрасили, а ты даже не заметила. Я вам че? Раскраска. В этом-то и прикол Лето. Тот, кого разукрасили, этого не замечают. Мы еще в школе друг на другом так прикалывались. А вот это вот Реверсо, им смертью Субивакус, ну или там скажем Дизинтегрантос, тоже можно отразить? Ну конечно. Абсолютно любое заклинание. А теперь давайте пройдемся по лесу, чтобы быстрее найти того монстра, который за нами охотится. Ха! Но то теперь, если он начнет пуляться над заклинаниями, мы сможем их отзеркалить. Вот так вот. Ха! 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 Так, так, все, у тебя ты пройдешь. Пошлите, пошлите, пошлите. Вперед! Да! 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 Стоять, вонючее тинейджер-рье! Чего? Мультяшный кот? Это и есть тот самый монстр? Какой-то он не очень страшный. Ты кто такой? Вы можете называть меня Кэтнэп. Я думала, его не существует. Мы такое изучали в Бабкоежском колледже. Но у нас он назывался Кодремот. Кажется, это именно он уступил ваших одноклассников в 9-й Бэр. Какое потрясающее умозаключение. Да, это сделал я. И сейчас я закончу начатое. Кэтнэп. Кодремот. А что он делает-то? Он может как-то усыплять? В моем дыхании содержится маковый газ, который очень успокаивает непослушных деток, таких как вы. Причем успокаивает навсегда. Ой, да ну, ничего у тебя не получится. Дыши на нас сколько хочешь. Мы же на свежем воздухе. Весь твой газ быстро улетучится. Да, вот если мы были бы в замкнутом помещении, тогда бы у тебя был шанс. Да, да, точно. Ну окей. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА